Итак, с вами Гай, с вами Дуб Гай, мы начинаем играть в Кайзершизу за Болгарию. Пойдем мы по самому здесь, так сказать, большому пути, более-менее вроде как интересному, в Булгаристов. Для этого нам придется проиграть войну, хоть и в этом гайде написано, не имеет значения выиграете или проиграете, но, по-моему, все-таки, когда проигрываем, намного проще это все сделать. Хотя выиграть, конечно, не сложно, тем не менее, придется поддаться. Ну, ничего. Если вы еще вдруг, кстати говоря, не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. И вот, царство Болгарское царство. Ну да. В общем-то, мы победили, у нас как будто хорошо, но у нас очень опасная ситуация. И это так, у нас, как вы видите, клаймы просто от всех стран подряд в нашей территории. И да, если мы, как бы, ослабим свой взор, то эти территории заберут, ну и нам придется это сделать, чтобы побыстрее пойти в Булгаристов. Я, кстати говоря, распустил всю армию, потому что надо бы переделать армию на более-менее нормальный шаблон. И не жалко на это потратить какое-то время, потому что вот так вот мы не тратим меньше снаряжения. Всегда старайтесь именно распускать и тренировать новые, если у вас нет какого-то лишнего опыта, чтобы сохранить лишние винтовки. Потому что лишние винтовки никогда не лишние. А вот у нас тут, говорят, про сухопутные войска. Руссия-Балкан, да, это правда. И вот у нас крах биржи начинается. Пошел у нас черный понедельник. И совсем скоро мы сейчас начнем экономические фокусы брать. Но я вижу, что мы начнем тратить дни сейчас, поэтому давайте сначала возьмем себе что-то чуть-чуть полезное. Кстати говоря, реально есть полезные бафы, я помню. Тут есть организация, военнообязанное население. Есть еще скидки на производство. То есть, ну, вот здесь вот еще военнообязанное население. И еще. А, это мы уберем, окей. То есть, в общем-то, неплохие бафы, хоть и не сильно большие по сравнению, особенно с Булгарией. Тут-то у нас будет побольше. Ну, к этому потом. Давайте пока просто скидку на пехотку возьмем 5%. Это немного, конечно, но и немало. Да, вот экономический крах мы бы потеряли 6 дней. Ну, лучше не сервис, чем сервис. Ну, и сразу здесь уже делаем полуиграбельный шаблончик. Ну, что почему бы нет? У нас вот есть еще одна группа звено, которую тоже можно привезти к власти. У нее тоже есть свои фокусы, тоже при поражении. Но я подумал, что это просто какие-то такие автократы, я не знаю. Ну, не кажется мне это сильно интересно. Тем более, что фокусов здесь совсем чуть-чуть. Скидочку взяли, теперь вот сюда. Будем исправлять потихоньку черный понедельник. Тут еще сверху политку получим, стабильность получим. Это всегда приятно. И тут мы еще получим себе неплохие потом фабрики. И скидочки еще, видите, ТНП-. Еще больше фабрик, военные заводы, здесь то же самое. То есть, в общем-то, экономика у нас будет неплохая, а еще мы можем себе получить топливо. Что, кстати говоря, очень хорошо, потому что я планирую делать моторизированную сначала армию, а потом и механизированную. Ну, конечно, пока что мы возьмем себе пехоту, просто чтобы хоть что-то у нас было. Так, мы тут немножко с пенсиями переделываем военным. У нас, видите, очень большие были долги перед ветеранами. Но мы решили замедлить, уменьшить выплаты. И в целом, да, это, конечно же, поможет нам не умереть экономически сейчас. Поэтому потом они их все еще получат. Это лучше, чем если сейчас выплаты просто перекратятся из-за того, что наша экономика развалится. Вот здесь также открываются кнопочки на строительство фабрик, военных заводов и верфей. Мы закажем себе все. Я уже политку потратил на мобилизацию частичную. Вот у нас еще, кстати говоря. Да, там написалось, что открывают решение. Но сначала открыло решение, а потом ивент выскочил, забавно. А тем не менее, дивизия потихоньку деплоится. Я бы, знаете, как хотел. Вообще, нам поражение хотелось бы, да. Но я бы не хотел османам отдавать территорию. Но, в общем-то, отдадим, как получится, конечно. Потому что все-таки финально нам нужно именно поражение. Люди, мне нравится индустриализация. Но нет, эти фабрики нам очень пригодятся. Мы построимся, в принципе, очень солидную экономику. Так, заводские заводствовки у нас. Можем делать уступки. Да, наверное, так я бы и сделал, чтобы не терять слишком много стабильности и популярности. Делаем потушку петрол АД. И, как вы можете видеть, 15 нам дадут нефти в Софии. Что невероятно круто. У нас будет собственная нефть. Раскрыта тайна царя. Он является бисексуалом. Why are you gay? Сказал кто-то ему в прессе. Стабильность вернулась в Соединенные Штаты. Позже храни Америку. Гражданки в Америке не будет. Кертис... Кертис удержал ее от развала. Это интересное развитие событий. Такое редко получается. А вот в Трансамурии началась гражданочка. Развалился он. В Британии тоже катастрофа. Союз мертв. В Шотландии навсегда. Тут тоже развалилась Британия наша. И вот мы уже почти избавились от дебафов экономических. Остается тут совсем чуть-чуть. И тут мы сразу можем все темпы следований взять. И еще ячейку следований взять. В общем-то будет неплохо. Опять против нас бастуют. Но мы опять пойдем на уступки. Белградский конгресс вступает за новый порядок на Балканах. Вот сейчас начнется какая-то заруба. Но мы в принципе к ней почти что готовы. Германская империя нас если что поддержит. Ну как угодно. Но допустим. Господь начнется гражданочка. Там она не была избежна так сказать. Хотя в теории то можно было конечно избежать. Но как обычно бот развалился. Вот Америка прям удивила. Торговать с Албанией. Да давайте два объема лишними не будут. И мы идем дальше в темпы исследований. Потому что как бы на дистанции это лучше. Если бы я хотел прям победить. То я бы скорее всего и тут и военные заводы взял. И вот эту вот скидку еще на производство. Кстати говоря неплохую взял бы. Но так можно сразу в исследовании отрываться вперед. И воротов нас уже готовят КБ. В связи с чего я прекращаю тренировки. И наверное я бы поддеплойл уже. Давайте-ка вот так сделаем. Вот так. И как-то вот так. Кто-то бы скажет все что обучится да обучится. Главный фронт успеть сделать и как-то его укрепить. Впрочем-то нам хватает хотя бы по одной дивизии. Для меня этого достаточно. Просто чтобы как бы контролировать как будет проходить война. Но в целом как вы помните мы все равно будем капитулировать. Так что нам не обязательно именно прям супер-супер сильно все побеждать. Я вот сижу и думаю может просто уступить. Давайте да. И примерно вот такие у нас стали границы. Опять-таки тогда мы можем вот так вот распустить и обратно начать их здесь готовить. В общем-то как будто нормально. Османы в теории у нас теперь ничего и не должны поправить в принципе что ли. И вот оно. Да нам сосчитали поражение и теперь надо стать кем-то из. Радикальным демократам нас это рекомендуют. Давайте так и сделаем. Начинается перестройка государства. И вот у нас пропущен фокус. Но нам нужно взять по факту фокус вот этот вот болгаризация. Сейчас мы его и возьмем. Параллельно тут у нас все тренируется отлично. И я бы на самом деле создал бы матризованную пехоту. И начал бы их тоже уже тренить. Потому что, как вы помните, мы спланируем именно ими пользоваться. У нас очень много будет бафов на матризованную, на кавалерию, на механизированную. То есть поэтому вот туда мы и пойдем. Потеряли мы очень немалую часть своей промышленности. Это конечно же грустно. Но тем не менее, фабрики я себе подстраивал все это время. Так что как бы ну, пойдет. И херохито убили. Мир прям нестабилен совсем. Итак, у нас добавлена идея протеста меньшинств. Теперь нам нужно тазарскую иммиграцию, по-моему, как-то проспонсировать. И нам нужен, по-моему, вот этот фокус. Поэтому к этому моменту, когда попробуют все ивенты, надо, чтобы он был доступен. Так что давайте до него и дойдем. Вот они, тазарские переселенцы. Волжские булгары. Никто не знает, почему они приезжают, но отсюда нельзя было исправить в родной стране. Интересно. Теперь сделаем реформирование нации. В теории у нас немного разводит монархист, но все же. И тут, смотрите, можно еще кому-то что-то передать с абсолютистом, веренным социалистом. Но нет, я думаю, надо даже оставлять свое правительство. Еще больше татарских иммигрантов. И в Австрии, в Ингриде начинаются события. Ничего особо нового. Хотя, кстати говоря, Шотландия все-таки, судя по всему, проиграет, а Британия все-таки останется живой. Так могли бы, да. Могли бы сделать пожертвование, я согласен. И Сербия решила не ждать и просто напала на Австрию полностью. И со собой посылала Румынию и Грецию. Вообще, вообще, скорее всего Австрия победит. Я думаю, Греция немножко опьянела от того, что ей территорию сдала и подумала, что она сильная. Но у нее всего шесть военных заводов. Честно говорю, Австрия тоже всего шесть военных заводов. Но там еще есть другие страны. В принципе, как бы, Британия была равна, как говорится. Сражение было самое желтое с коричневым. Но я думаю, что все-таки Австрия в нем должна победить. Хотя война будет очень долгим, потому что здесь куча гор. Мы с Верой смерти можем останавливать связи. Но, пожалуй, звучит как будто нет. И вот у нас уже идет рост симпатии к татарам. Но вообще медленно идут фокусы. Ну, ладно. Если бы мы затягивали войну, было бы, наверное, еще дольше. Мы сейчас возьмем уже здесь ящик исследования себе. И, наверное, пойдем дальше промышленность подзаберем где-то. Где надо. В общем-то, посмотрим. И потом уже возьмем вот это, как появится. И да, Британия с третьего восстановилась. Все, кроме Северной Ирландии. Северная Ирландия стала независимой. А все остальное стало британским. Звучит как будто они что-то перепутали в договоре. Либо ирландцы развили британцев. Ну, в общем-то, вы поняли. Что-то точно пошло не так. Либо британцы развили ирландцев. Тут как бы это. Еще не знаешь, кто кого. И вот пять ячеек. Вот с 22% исследовать, конечно, одно удовольствие. Поэтому мы сейчас успеем поисследовать все. Я думаю, в один момент мы будем использовать и авиацию, и танки. Немножечко я хочу, по крайней мере, использовать огнеметные средние танки в наших механизированных дивизиях. В общем-то, планируется солидная армия. Опа-на, и вот оно. Надо терять свой рейтинг, надо уйти в отставку. Гребником становится... Ага. Активист Гаяз Исхаки. Так, и теперь, теперь можно взять фокус. И оппозиция уничтожена. Останется лидером партии национал популизм. Партия с идеологией национал популизм становится булгаристами. Звено станет правящим партией. Нет, булгаристы станут. Да, все правильно. Это просто звено по-старому. И вот оно. Давайте-ка сюда сразу и выйдем. Булгаристы в Болгарии. Плюс организация, плюс скорость на линии, плюс 7-5 атаки дивизии. Солидные бафы. Итак, Венгрия тут капнула. И фронт, кстати, стал чуть-чуть попроще. Но, как я и говорил, по ощущениям Австрия все-таки должна быть намного сильнее. Так, есть, смотрите-ка, тут есть бафа. Политетка 25. Лидские ресурсы не национальная провинция еще 3%. Время подготовки. Тут у нас есть темпы исследования. Тут у нас есть еще бафы мотопехоте, кавалерии и механизированным войскам. Либо куча национальных территорий. И я бы, наверное, пошел как раз-таки вот сюда. Пораньше, потому что здесь, как вы можете видеть, минус ТНП. И плюс военнообязанное население. Нам бы это все мобилизовать пораньше. Начнем мы вот с этого, наверное, фокуса. Уже нет никаких скрытых вещей, нету. Ну да, вот сюда выйдем. Потом там будем смотреть. Наверное, сразу после этого исследование, чтобы еще больше забуститься. Так, для независимости плюс 50 политки. Классно такие дни отмечать, я вам скажу. Берем себе на опыт авиации. Подформлен, в принципе, весь опыт потихоньку. А вот и Бухарест пал. В общем-то, да, Белградский пакт, я сказал. Он слишком опьянил от легкой победы в Болгарии. Но они не знали, что это была ловушка булгаристов, так называемых. Некий гаджас Ишаки все спланировал. На самом деле его зовут Гаджас Джокер Ге, но это уже другая история. Орды есть, теперь идем в темпы исследований. У нас будет их 30%. Точнее говоря, начинается с Ада Осман, и нам бы к ней присоединиться. Но претензии у нас не к ним пока что. В какой-то момент, наверное, получится у нас к нему претензия. Существовано объявление сразу к всем войнам. И вот мне не сильно нравится, конечно, то, что вот эти территории отойдут Австрии. Значит, нам придется воевать с Австрией и всем этим альянсом. В целом, это не самый сильный альянс, так что я не слишком волнуюсь. И вот уже под бафчиком начинаем исследовать механ. 200 дней, и мы его получим. Военно-заводов, конечно, пока что еще нет, но все придет. А еще в Африке произошел распад в Африке. Грустно. Ну что ж, я думаю, на этом моменте можно было бы и позакончить первую серию. Мы привели булгаристов к себе. Булгаристов, точнее. Я думаю, уже экшен мы оставим на следующую серию. Чуть поменьше, но на Булгарии просто почти нету событий, кроме войны. А войну мы пропускаем. Так что да, до 30-го ничего не происходило. Так что, ребята, с вами был Допгейм. Обязательно завтра приходите посмотреть, что у нас тут будет происходить. Я думаю, будет замес неплохой. Примерно со всеми соседями по очереди. А может и по очереди. Посмотрим. Так что, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Оставляйте лайк, комментарий. То есть в дискорд, не забывайте. И до скорых встреч. Пока.